Его ждали очень долго, поэтому сегодня на берегу собрались сотни североморцев, чтобы увидеть, как баржа-гигант с атомной подводной лодкой Курск ходит в Кольский залив. Чем ближе подходила баржа к Североморску, тем больше людей собиралось на берегу. Школы города даже отменили последние уроки. Мимо Североморска баржа с Курском шла очень медленно. Все гадали почему. Кто-то даже предположил, что, наверное, все идет не совсем гладко. Но как только баржа прошла город, скорость ее движения резко возросла. И все поняли, что тихий ход был данью уважения к североморцам. В 15 часам караван вошел в бухту Рослякова. Кто-то вздохнул с облегчением, у кого-то еще осталась тревога. Впереди постановка связки баржа Курск, плавучий док Рослякова. И еще, праздником сегодняшнее событие все же никто не называет. Александр Минаков, Дмитрий Рогалев, Илья Лесных. Вести из Североморска. О завершении операции по подъему томохода Курск сегодня заявил и президент Владимир Путин. Он также обсудил с генеральным прокурором дальнейшее расследование причин катастрофы подводной лодки. Закончилась операция по подъему томохода Курск. И сейчас надеемся, что будет завершена окончательная операция по постановке в док. Как мы с вами и договорились, первыми на борт атомной подводной лодки должны войти следователи генеральной прокуратуры, которые ведут дело, и судебные медики. Соответствующее указание министру оборону мной уже дано. Пожалуйста, согласуйте с ним технические детали, как это должно быть сделано. И политические новости сегодня на... Оход других кораблей по заливу запрещен. Примерно в половину первого на Североморский рейд вошли корабли боевого охранения. В два часа дня баржа появилась на входе в губу Белокаменка, то есть находилась уже всего в километре от Росляковского дока ДП-50. На противоположном от Росляковского дока, берегу губы Белокаменка, весь день дежурил наш специальный корреспондент Аркадий Мамонтов. Первый серый, 55-го. В связи с проходом ордера буксировки погибшей подводной лодки Курст под большой джайнт траверса УП Ваинга, траверса главной базы Северного флота. Я просил 5 минут до молчания в эфире, для того, чтобы я распорядился по отданию почестей на кораблях. Так сейчас мы как его можем записать? Я командующий Северным флотом Российской Федерации. Благодарю вас за исполнение моей просьбы. Последние мгновения подлодки Курск, последние мгновения ее морской жизни. Через несколько минут лодку поставят на точку, а через два дня с помощью понтонов ее поместят в док Рослякова. То, что вы увидите дальше, будет называться работой по подготовке в постановке в док. В док. Командующий Северным флотом Адмирал Попов решил лично заняться подготовкой по постановке в док подводной лодки Курск. Эта работа требует особого напряжения, остальных нервов и самое главное, спокойствия. Сделано основное. Лодку подняли и привели домой. Посмотрите, как это происходит. РБ-109. РБ-108. Подходим под левый борт, под правый борт, ближе к корме и потихонечку начинаем к льву подводить. Я понял, перехожу с левого борта на правый борт корма. Через два-три дня операция для нас с вами будет закончена. Мы лодку не увидим. У моряков не приметно показывать изуродованное и мертвое тело. Пускай это останется тайной. Начнутся основные работы по расследованию гибели под лодки Курск. Аркадий Мамонтов, Игорь Килокобыдов и Петр Пивоваров. Вести. Мурманск. Что дальше? Сейчас связка на якорной стоянке. Еще предстоит завести ее в док. А вот завтра под систему заведут первый понтон. По графику на эту операцию отводятся сутки. Если не подведет погода, то 12 октября в пятницу под Курск подведут второй понтон. В субботу после 16.00 по московскому времени, когда начнется прилив, Курск начнут заводить в плавучий док судоремонтного завода в Росляково. На случай плохой погоды предусмотрен резервный день в воскресенье 14 октября. Ну а в Североморске на главной базе Северного флота сегодня во время буксировки баржи-гигант с Курском находился еще один специальный корреспондент Вестей. Александр Минаков. Его репортаж. Атомная подводная лодка «Курск» в Кольском заливе. Наверное, в какой-то момент очень многие перестали верить в то, что лодку действительно поднимут. Но это все же удалось сделать, и погибшая лодка возвращается домой. Первыми увидели баржу Североморца. Эти два дома стоят на берегу Кольского залива. Уже с утра старший митчман Александр Люсов и его жена Надежда начали дежурить на своем балконе. Служит на Северном флоте 30 лет. Ну, волнения все это были. Как это? Ну... Постоянную телевизору смотрели новости. Не пропускали ни один репортаж. Не переживали за своих родственников, которые находились. Мы тоже с сердцем привязаны здесь, к северу. Все-таки 30 лет на севере, это многое значит. Она начала выходить из-за острова Сальный в 12.05 по московскому времени. Североморцы все фиксировали по минутам. Чем ближе подходила баржа к Североморску, тем больше людей собиралось на берегу. В школу города даже отменили последние уроки. Мимо Североморска баржа с Курском шла очень медленно. Все гадали, почему. Кто-то даже предположил, что, наверное, все идет не совсем гладко. Но как только баржа прошла город, скорость ее движения резко возросла. И все поняли, что тихий ход был данью уважения к североморцам. К 15 часам караван вошел в бухту Рослякова. Кто-то вздохнул с облегчением, у кого-то еще осталась тревога. Впереди постановка связки баржа Курск, плавучий док Рослякова. И еще праздником сегодняшнее событие все же никто не называет. Ну, у нас принято вообще об этом не говорить. А все вот здесь вот, в сердце. Даже когда, если вы знаете, есть третий тост. Подыматься он обычно молчал. И нечего, конечно. У меня все. Александр Минаков, Дмитрий Рогалев, Илья Лесных, Вести и Североморск. Ранее указания направить на томоход прежде всего следователей и судебных медиков от президента получил министр обороны. Сегодня о готовности следователей Генеральной прокуратуры приступить к работе на борту подлодки Курск президенту доложил генпрокурор Владимир Устинов. Закончилась операция по подъему. Атомохода Курск. И сейчас надеемся, что будет завершена окончательная операция по постановке в ДОК. Как мы с вами и договорились, первыми на борт атомной подводной лодки должны войти следователи Генеральной прокуратуры, которые ведут дело, и судебные медики. Соответствующее указание министру обороны мной уже доно. Пожалуйста, согласуйте с ним. Технические детали, как это должно быть сделано. А теперь о другом важном внутрироссийском темах значений. Поэтому можно считать, что работы следственных групп Главной военной прокуратуры пройдут в соответствии с графиком. Уже завтра представители следственных групп смогут войти в прочный корпус подлодки. Сегодня на верхней палубе сооружались специальные деревянные конструкции, предназначенные для обеспечения мер безопасности при передвижении групп следователей и экспертов-криминалистов по корпусу атомохода. И резкое похолодание в районе незамерзающего Кольского залива. Однако, как сообщили сегодня в пресс-службе Северного флота, снижение температуры в плавучем доге Росляково не приведет к замерзанию воды внутри подводной лодки. Киев сегодня...